доброе утро доброе утро друзья такое тихое абсолютно без движения воздуха утро что я даже не хочу громко говорить пока деревья без листвы видны гнезда удивляешься вон еще гнездо как птицы во первых как они умудряются прилепить это гнездо к веткам это раз вообще как построить дайте человеку кучу веточек и скажите на вот этих ветвях которые постоянно в движении от ветра построить гнездо неизвестно получится ли у нас а птица клювом придерживая лапками эти прутики искусно прикрепляет его между веток и посмотрите гнездо перезимовало и не развалилось как птицы выводят птенцов когда гнездо и под дождем и на ветру удивительно как они умудряются это делать красивый ствол еще прошлогодние листики висят очень тихо очень хорошо хочется разглядывать каждую веточку моя подруга сказала что лиля она видела ветлу и на ней уже уже раскрываются первые маленькие зелененькие листочки безветренная тихая погода в баку большая редкость всегда есть какой-то ветерок или он идет внизу или внизу тихо наверху видно как облака движутся каких-то слоях всегда движение а сейчас такое впечатление что все просто замерло мы уже на даче друзья добрый день я похрустываю володе вырастил редисочку она такая молочная такая нежная внутри просто масляная я вам попозже и покажу почему мы приехали на дачу у нас сегодня рыбный день молоды пригласил нас на рыбу это все я тоже похоже покажу а сейчас мы посмотрим как даче готовится к весне я вижу что никак так как я езжу редко я не обрезала вот эти семена с олеандров кажется и вообще по моему пора делать обрезку нужно волосе напомнить мы никогда не делали обрезку аля олеандров но они нуждаются в обрезке а эти посмотрите как распушились это олеандровые семена я никогда не видел чтобы вот так лопались представляете сколько семян это можно выросли посмотреть а косо олеандровые семена размножаются вот такими не фокусируют пушками и пушки разлетаются и предположительно что здесь будет огромная огромная роща олеандров на бульваре вовсю поливают газоны я думаю что и мне нужно уже подключиться к дачным работам надо начать поливать потому что по сухой траве я вижу что полив уже просто необходим это инап он еще спит колючие ветки очень колючие ветки направлены вниз если игла нечаянно вонзится вам в руку будет огромный синяк и будет болеть это место как от ядовитого укуса у меня были случаи когда я накалывалась иглы еще имеют обыкновение обламываться как жало кончик обламывается остается у вас кожи гранат тоже еще спит это маленький мумифицированный гранат напоминающий что когда-то был урожай пройдем на володину половину фруктовую и посмотрим почувствовали ли фруктовые деревья маленькие деревца ты опоздала уже все раздали то что я привезла все раздала другим кошкам как готовятся фруктовые деревца к весне это хар тут я вижу что пока никто ничего не почувствовал что уже ранняя весна никаких разбуханий не наблюдается почек движемся дальше вот это маленький миндальчик в какой-то из них по-моему вот это по-моему нет это скорее всего абрикосик а миндальчик же у нас засох это абрикосик нет пока ничего нет здесь ничего нет сад пока спит пока спит ничего не видно какая-то что нет хотя вот эта почка она как бы вылупилась то я думаю что вот этого я не знаю что за дерево почки набухли вон там плантации володя на редиске вот здесь у нас такая как бы типа клумбы но постоянно володя к ней не относятся как клумбе он все время норовит что-то на нее навалить вот что это за палочка такая она не клумба но очень такой как бы импровизированный такой цветничок ну даже цветничком тоже не назовешь в общем вот такая штука с землей с хорошей вот это моя мама кушала финики вот посмотрите из фиников вырастают кстати они как-то резко пошли в рост они очень долго сидели такими хвостиками вот это в принципе финиковая не знаю как ее назвать пальма или что куст вот их тут немало вот они видите вот это из финиковых косточек финики которые продаются в коробочках даже вот такой листик крупный это финики но это агавы агавы плодятся от корня посадите одну агаву и она народит вам детей миллион все они связаны одной корневой системой володя сказал волшебное слово как оно звучит еще раз скажи ну что кто первый сказал это наш домик сейчас я вам расскажу что в данной ситуации означает слово ну что оно означает что залом это большая очень крупная каспийская сельдь огромная толстая жирная она почувствовал уже что приближается весна и она пошла и Володя раздобыл этих заломов и уже приготовил приготовил он замечательно делает маринад и сейчас нарезанный сервированный лучком приправленный лучком там не знаю чем заломчик ждет меня на столе итак пойдем в комнату посмотрим каков же этот залом я привезла угощение угостила их они вот так дружно сидят и ждут очередных каких-то вкусняшек так спокойно я сейчас ничего не даю так вон там под луком проглядывают белые жирные кусочки залома это выращенная Володя редисочка а это килька которую сам засолил фахрадзин наш друг я обожаю горбушку вот горбушечка это прелесть на заломе рыбный день не заканчивается Володя подготовил кефалий не было кутум подготовил к жарке как говорится человек никогда не устанет смотреть как горит огонь как течет вода и как трудится другой человек когда кто-то жарит рыбу очень быстро не прошло и 20 минут как рыба пожарена причем у нас что-то газ закрыли пришлось даже подключать баллонный газ а это икра Володя тоже ее засолил кутумье но я не пробовала сейчас попробую мне дали ложку сказали пробую икру и так а как ты ее сделал Володя? попробуй она зернистая подождите секунду вкусно я не распробовала честно ну я думаю что съедобно так еще раз подождите вот она икорка хоп-хоп очень мило в принципе да почему бы нет нормально вкусно отлично застолье застолье проходит в замечательной дружественной обстановке к нам скоро приедут гости из Белоруссии они очень-очень-очень любят нашу каспийскую рыбу в частности залом Володя а в мае вот залом вообще что делает? он уже не идет? он идет до середины апреля а ты сможешь сделать и вот как бы оставить неприкосновенный запас в холодильнике? можно? можно? хорошо будем надеяться что Володя что но? в маринаде он начинает распухать да? а как сделать чтобы он не распухал? это слушай сделай у себя положим и двухлитровый дай мне я к себе в холодильник положу но у меня в холодильнике тоже есть это дискуссия как сохранить залом все вечереет едем домой около нас возводят теплицы это совсем нехорошо совсем это очень плохо значит еще хуже будет с газом и в общем я не знаю теплица это нехорошо